Внимание, через 5 минут мотор. Привет, меня зовут Александр Белькович, и вы смотрите пятый сезон шоу «Горячие секреты». В этом году компания «Доктор Эктер» отмечает 130-летие со дня основания бренда. В честь этого события я предлагаю вам отправиться в путешествие во времени и вспомнить самые вкусные рецепты столетия. Сегодня я покажу вам рецепт всеми любимой народной ватрушки с творогом. И это очень вкусно. Поехали! Значит, первым делом нужно сделать тесто. Для начала муку нужно просеять. Для этого мне нужна сито и большая миска. Берем муку, высыпаю ее сюда аккуратненько. Просто нужно муку насытить кислородом. Можно вот так вот, хоп. В муку добавляем сахар. Две столовые ложки. Раз. Так, затем туда отправляем дрожжи. У меня дрожжи «Доктор Эктер» для сдобы. И за счет этих дрожжей как раз выпечка будет такая воздушная, пышная и крутая. Насыпаем к сахару и муке. Вот так вот, опа. Отлично! Смотрите, это сухие ингредиенты. Они готовы. Теперь беремся за жидкие. Мне понадобится одно яйцо. Разбиваю его в мисочку. Оп! И смотрите, чтобы дрожжи начали быстрее работать, нужно подогреть молочко. Буквально чуть-чуть. Ни в коем случае не перегрейте. Наливаю стакан молока в сотейник и ставлю на медленный нагрев. Оно должно быть просто, знаете, такое чуть-чуть тепленькое. Вот оно будет чуть-чуть тепленькое, и дрожжи начнут быстрее работать. А будет слишком горячее молоко, у вас все заварится и ничего не получится. Поэтому здесь не переборщите. Молочко подогрели. Теперь, внимание, берем венчик. Опа! Перемешиваем яйцо. Хорошо. И вливаем туда теплое молоко. Вот так. Перемешали. А теперь, смотрите, настоящее тесто, смотрите, оно месяца всегда руками, потому что это выпечка домашняя, вкусная. Для этого нужно освободить руки. Одна рука замешивает тесто, а другой вливается жидкая часть. Смотрите, сначала немножко перемешиваем дрожжи с сахаром. Вот так вот. Опа! Вот так вот чуть-чуть, видите, замешиваем. И вливаем дальше оставшееся молоко с яйцами. И все, сейчас будет супервкусное нежное тесто. Кстати, интересный факт. Бренд «Доктор Йоткер» один из первых начал привлекать знаменитости для съемки в рекламе. Все началось в 60-х, когда компания решила пригласить популярную певицу на должность консультанта. В итоге звезда так прониклась в философию «Доктор Йоткер», что стала не просто рекламным лицом бренда, а возглавила и долгое время руководила одним из отделов компании. Так, ребята, вымешиваем тесто как следует. Теперь смотрите, когда мы уже более-менее замешали, нужно взять чуть-чуть растительного масла, открываем, наливаем вот так вот немножко на руки, примерно 2 столовые ложки. Вот, смазываем руки, а потом начинаем замешивать тесто. Сейчас оно станет за счет этого еще более эластичным и перестанет прилипать к рукам. И я вам хочу напомнить, что каждую неделю мы разыгрываем призы от «Доктор Йоткер». Подписывайтесь и выигрывайте. В тот момент, когда тесто перестает прилипать к миске и рукам, чтобы его правильно вымесить, можно просто переложить его на стол и начать замешивать вот таким вот образом. То есть, смотрите так, растягиваем, подгибаем, растягиваем, подминаем, растягиваем, подминаем. Быстро это выглядит вот так вот. Хоп, 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 хоп. Вот так вот надо замешивать тесто. И никак по-другому. Руками и на столе. В итоге тесто должно получиться вот такое, понимаете? Не слишком плотное и не слишком жидкое. Вот примерно вот такой консистенции. Это важно. Так, все, замешали тесто. Теперь тесто нужно, чтобы поднялось. Для этого нужна миска. Отправляем тесто в миску. Смотрите, вот это кастрюлька с теплой водой. Я ее слегка нагрел. До кипения доводить не надо. Затем ставлю туда вот так вот мисочку. И накрываю тесто влажным полотенцем. Все, пока тесто бродит, занимаемся начинкой. Ведь она здесь тоже играет важную роль. Это будет творожная начинка. Для этого вот такое количество творога. Его здесь должно быть много, потому что настоящая ватрушка должна содержать в себе много творога. Дальше. Я добавляю туда цедру. Можно добавить цедру лимона, но цедру апельсина будет вкуснее. Натираем на терочке. Только натирайте желтую часть. Белую мы не трогаем. Белая горчит. А вот в верхней оранжевой части самый вкус. Там много эфирных масел, поэтому вот то, что нам надо. Буквально вот так вот чуть-чуть. Поверьте, цедра очень ароматная, много не надо. С цедрой закончили. Затем обязательно творог должен быть сладкий, поэтому пару ложек столовых сахара. А теперь ванильный сахар. Я беру ванильный сахар «Доктор Петкер». В нем присутствует натуральная ваниль. За счет этого ватрушки будут просто бесподобные. Насыпаем небольшое количество ванильного сахара. Вот так вот. Смотрите, видите вот эти вкрапления? Это как раз и есть вкрапления натуральной ванили. Класс! Вот так вот. Отлично. Так, дальше. Теперь это нужно все перемять, но ведь вы помните, как выглядит настоящая ватрушка? Вот творожок, он всегда как будто такого слегка желтого цвета. Это достигается за счет куриного желтка. Так, вот мой белок сюда. Все, вот он красавчик. Представляете, как здесь, да, вкусно? Творог, ванильный сахар с натуральной ванилью, сахарный песок, желток, цедра апельсина, еще и сметанка. Четыре чайных. Так вот, раз, два, три, четыре. Все, начинка практически готова. Теперь ее надо перетереть. Я беру вот такую вот удобную штуку, которая обычно перетирает картофель. И все это замешиваем до однородной консистенции. Слишком сильно не надо перетирать, просто надо, чтобы и кусочки творога остались. Так будет по-настоящему натуральнее выглядеть. Короче, знаете, в ватрушках, как бы, ну, это всегда так. Чем больше начинки, тем круче. Поэтому надо постараться, как бы, найти золотую середину. Сделать тесто меньше, а начинки больше. Но в то же время не потерять вот это сдобное, вкусное, пористое тесто. А теперь, смотрите, я вам сейчас покажу еще свою личную классную фишку. Я решил добавить в начинку из творога финики. Совсем чуть-чуть. С ними будет, знаете, слаще, вкуснее, и такой будет интересный привкус. Необычный. Так, нарезаем такими вот кусочками. Все, добавляю финики в творог и тщательно перемешиваю. Вот так вот, смотрите, как необычно, да? Так, ну что, начинка готова, откладываем ее в сторонку и ждем, пока наше тесто поднимется. Я думаю, 30 минут, и оно будет воздушное, пышное, потому что дрожжи классные и температура хорошая. Все должно сработать. А теперь фокус. Смотрите, как тесто поднялось. Вот так вот должно быть. У меня там тепло, дрожжи классные, все сработало. Аккуратненько поднимаем. Опа, здесь у меня тесто на 10 ватрушек. Аккуратненько тесто нужно обмять. Оно сейчас насытилось воздухом, вот и за счет этого поднялось в объеме. Аккуратно выкладываем его на стол. Как классно пахнет. Ах, чувствуется выпечка. Будет очень хорошая. Дальше. У меня здесь будет 10 ватрушек. Для этого возьму два вот таких противня. Оп. Выкладываю сюда. Дальше. Два кусочка пергамента. Так, и тесто. Дальше визуально сначала делим на две части. Так будет удобней. Примерно вот так вот. Оп. Делаем из нее такую колбаску небольшую. И так вот. Оп. 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 Так, а затем нужно формовать шарики. Для этого берете руку, кусочек теста и аккуратно вот так крутите и как бы подкручиваете его. Смотрите. Один шарик сюда. Пухлая ватрушка, кстати, напоминает солнышко. И это не случайно. Исследователи русской кухни связывают ее появление с праздником Ивана Купала. Ведь именно в этот день отмечают летнее солнцестояние. Так, смотрите. Значит, последний шарик. Оп. Теперь этому тесту нужно еще подняться, чтобы ватрушки были пышные. Поэтому нужно, знаете, как сделать? Берете полотенце, накрываем вот так вот сверху аккуратненько. И еще одним полотенцем накрываем вот эти вот ватрушечки. А теперь смотри сюда. Вот они, наши будущие ватрушечки. Смотрите, как поднялись, да? Как классно выглядят, как здорово пахнут. Теперь нужно с ними проделать кое-что интересное. Смотрите. Нужно сделать углубление, чтобы в это углубление положить начинку. Для этого лучше воспользоваться каким-нибудь стаканом или бутылкой. Смотрите. Берем прямо в центр нашей булочки. Вот такое делаем надавливание. Видите, что происходит? То есть у вас сначала тесто, оно немножко сдувается. Вот. Потому что оно не насыщалось. Чтобы влезло туда больше начинки, можно даже, смотрите, вот так вот взять еще немножко пальчиками ее подавить по краям. Чтобы тем самым освободить больше полости для начинки. Ну, вот так вот слегка. Хоп. И обязательно нижняя часть должна быть прям тоненькая. И выкладываем в центр начинку. И, кстати, хочу вам сказать, что подробный рецепт этих нежнейших ватрушек вы можете увидеть в описании к этому видео. А еще в описании к этому видео вы найдете промокод на бесплатную доставку из онлайн-гипермаркета в прок.ру. Перекресток. Заказывайте ингредиенты для выпечки Доктор Эткер и все для рецептов из шоу в приложении Перекресток в Прок. Так, а теперь, чтобы ватрушки были красивого, загорелого, такого блестящего цвета, нужно смазать их яйцом. Для этого одно яйцо перемешиваю с небольшим количеством молока. И взбиваем вилочкой по старинке, как все хозяйки дома делают. Так, смазываем яйцом аккуратно тесто со всех сторон. Слишком сильно не надо, буквально просто чуть-чуть вот так вот по периметру. Все, а теперь то же самое проделываем со вторым подносом и отправляем эти ватрушки в духовку на температуру 180 градусов на 25 минут. Смотрите, какие они воздушные, ароматные, классные ватрушки. О, как круто выглядят, а? Вот это фантастика. Запад бесподобный. Ну, конечно, хочется ее сразу съесть, но я вам рекомендую немножко подождать. Пускай она чуть-чуть остынет, успокоится, чтобы потом хотя бы руками ее можно было взять. Это всего лишь 15 минут. Так, берем ватрушечку. Смотрите, какая она. Разрезаем. Ну вот, полюбуйтесь. Вот такая она должна быть, пористая. Начинки должно быть вот столько. Настоящая классическая ватрушка. Пористое тесто, нормальное количество начинки. Все сделано правильно. Класс. Начинка с такой вообще ванилью, цитрус, кислинка. Тесто мягкое, полюстое. Крутая ватрушка. А теперь наш традиционный розыгрыш призов от доктора Йоткера. Чтобы выиграть, пишите в комментариях правильный ответ на вопрос. В какой стране было открыто первое представительство доктора Йоткера за границей? Австрия, Бельгия, Голландия, Чехия. А на этом у меня все. Жмите колокольчик, ставьте лайки, пишите комментарии. Вам не сложно, а мне приятно. А в следующем выпуске вы узнаете рецепт заливного пирога с капустой. Это будет очень вкусно. С вами был Саша Белькович. Пока. Субтитры подогнал Игорь Негода.